Дорогие друзья, часто задаваемый вопрос, как тренировать кисть? Я вам скажу так. Кисть это очень сложный элемент в варбрестлинге. Почему? Потому что нужно обратить на много аспектов, на которые наши спортсмены, как правило, не обращают внимания. То есть, то, что они называют иногда кистью, оказывается, это не кисть, только пальцы. То, что называется это пальцы, это называется кисть. Итак, обратите внимание на ладонь, на морозы. Что мы подразумеваем под словом кисть? Вот эту часть, вот эту часть или вот эту часть. Именно с трех элементов, вот этой, вот этой и вот этой, складывается наша кисть. Но если брать еще отдельно каждый элемент, то, скажем, та же самая кисть, она складывается с вот этого пункта, с вот этого пункта и вот этого пункта. То есть, раз, два, три. Вот, раз, два, три. Если брать пальцы, то они складываются с вот этих двух, вот этих и вот этого большого. То есть, три элемента, так как здесь, так само и на пальцах. Если брать саму ладонь, то мы говорим прежде всего о этой части. Часть, то есть, вот этот угол, вот между пальцами и кистью, который, как говорится, является основой в арбрестлинге и началом каждому нашему движению. То есть, вот этого угла, рабочего угла между пальцами и ладонью сама, начинается наша арбрестлинга. Итак, вернемся к самой кисти. И, пожалуй, вернемся к этой нижней части, то есть, самому запястью, как его можно тренировать, какими упражнениями и какие часто ошибки повторяют спортсмены во время тренировки. Итак, переходим от слов к действию. Перед нами две гантели. Одна гантеля с толстой ручкой, резиновой ручкой и одна с тонкой ручкой, 42 мм. Вот. И несколько уже. Какое преимущество одной над другой? Скажу вам сразу, никакого. Разница только есть в том, что мы хотим выполнить. Какое задание на сегодняшний день у нас будет. Итак, что мы, в общем-то, делаем с тонкой ручкой? Если кто-то говорит, что лучше всегда применять толстую ручку над тонкой, то я вам скажу, это все равно зависит от того, что вы делаете. Итак, что я, прежде всего, советую и делаю с тонкой ручкой? С тонкой ручкой, дорогие друзья, я именно делаю упражнение на запястье. Каким образом? Рука, предплечье параллельно полу, кисть несколько разогнута. Выполняем упражнение сгибания кисти, предплечье на внутричней части бедра. Обратите внимание, наше предплечье параллельно полу. Именно вот это упражнение. И именно с тонкой ручкой развивает силу нашей кисти запястья. Именно вот так. Естественно, потом это можно упражнение минимализовать до того, что ладонь у нас прямая. Выполняем только небольшое движение 10-15%. Но это упражнение укрепляет связки, которые крепятся к нашей кисти. Как правило, это центральная часть. Если то же самое упражнение я буду выполнять на большой ручке, то центр тяжести у нас смещается ближе к середине. И упражнение это будет неэффективно. Поэтому упражнение, когда предплечье находится параллельно полу, должно выполняться с меньшей ручкой. Ущей ручкой. Вот такой, как вот здесь. Итак, для чего же применяется ручка, гриф с толстой ручкой? Часто спортсмены выполняют то же самое упражнение, но при этом предплечье относительно полу под углом 45 градусов. Какое преимущество этого упражнения над предыдущим? Я скажу вам так, никакого. Почему? Потому что первое упражнение развивает, больше развивает наше запястье. А второе упражнение с толстой, гриф с толстой ручкой, переносит нагрузку с запястья на пальцы. И гердит это упражнение, скажем, половина на половину. То есть, ее нагрузка начинается с пальцев, заканчивается на кистей. Часто спортсмены, имея сильные пальцы, проигрывают своим соперникам именно таким образом. Это свидетельство тому, что именно их запястье не было тренировано первым упражнением. То есть, упражнением с грифом, с тонким грифом, с тонким хватом. Как правило, такие спортсмены выполняют упражнения, много упражнений выполняют на блоке, на регулировочном блоке. Итак, перейдем к регулировочному блоку и покажем упражнения дальше на нашу кисть, на наше запястье. Какими упражнениями можно развивать наше запястье. И снова уж таки, выполняем упражнение на запястье. Мы часто подразумеваем не запястье, а именно развитие силы наших пальцев. Итак, перед нами ручка на лентах с очень острой насечкой. Цепляем им к блоку, ставим несколько больше вес и выполняем упражнение, скручивающее движение на себя. Это типичное упражнение на кисть, на запястье, на силу хвата в пальцах. Но это упражнение нужно выполнить несколько по-другому. А именно развивать вот эту часть, вот этот пункт. То есть, спортсменам, борющимся в крюк, развивать силу двух пальцев безымянного и мизинца, а также, прежде всего, вот этот пункт. Каким образом развивается этот пункт? Смотрите, моя рука относительно ручки идет под углом 45 градусов. Что она нам дает? Именно таким упражнением, подкручивающим движением еще на себя, подчеркиваю, на себя, не сюда, только на себя, мы развиваем вот этот пункт. Именно вот этот пункт нужен нам для спортсменов, борющийся в крюк. Как же развивается вот этот пункт на кисти? То есть, сгибатель, молотковый сгибатель кисти. А здесь есть несколько тонкостей. Для этого применяем, берем отягощение, обыкновенный пояс, или лямку, или пояс от дзюдо. И упражнение выполняется следующим образом. Молотковый хват и упражнение на кисть. Но этого для кисти, для верхнего пункта, мало. Поэтому нам нужно несколько наклонить нашу кисть под углом 45 градусов. Вот так. И выполнять упражнение через вот этот пункт. Именно вот этот пункт, как правило, спортсмены мало на него обращают внимания. Но бойбой через верх, этот пункт просто один из самых важнейших. И заметьте, что здесь работает вот эта именно связка. Вот этот пункт. Не вот этот, а вот здесь в кисти. Вот верхний пункт кисти. Таким образом, мы показали вам основные упражнения для проработки кисти запястья. То есть, всех трех пунктов. Среднего пункта от мизинного пальца и пункта от большого пальца и указательного пальца. Вот так.